Военный марш или ритмичный джаз. Этот детский духовой оркестр виртуозно исполняет любую классическую композицию. Коллектив, созданный на базе областной музыкальной школы имени Райхеля, входит в десятку лучших детских духовых оркестров страны. Но еще год назад место ведущего тенора в коллективе пустовало. Басового музыкального инструмента и фониума в музыкальной школе просто не было. Приобрести его помог фонд «Перспектива», как и из десяток других профессиональных духовых инструментов. Теперь с новым тромбоном, саксофоном, валторной и барабанами оркестр покоряет международные и всероссийские конкурсы. Благодаря этому инструменту я фактически стал профессионалом своего дела. И благодаря этому инструменту и, собственно, Роман Анатольевичу я попал в Международный детский центр «Артек». Я занял много призовых мест. Я продолжаю совершенствовать свои навыки. Благодаря фонду «Перспектива» новые музыкальные инструменты появились также у губернаторского духового оркестра и тульского симфонического. Народный хор Воловского района получил новый баян. Помощь в сфере культуры – это лишь одно из направлений работы фонда. С момента его создания по этой линии было реализовано 24 проекта. Так, этой зимой на губернском катке жители и гости Тулы стали зрителями ледовых шоу с участием известных артистов. Сейчас в четырех районах области проходят уроки музыки с народным артистом Дмитрием Маликовым. Сколько они делают вообще для области. Это касается не только музыкальных инструментов. Вплоть до того, что там и детские площадки, и какие-то социальные объекты, библиотечное дело. Это замечательные люди. И огромное спасибо. Фонд развития Тульской области «Перспектива» создан два года назад по инициативе Алексея Дюмина. Тогда же определили и основные направления в работе – благоустройство, помощь бюджетным учреждениям, культура и развитие спорта. Проект строительства легкоатлетического стадиона и футбольного поля с подогревом стал первым реализованным фондом. Спортобъект с нуля возвели на пустыре рядом с колледжем Олимпийского резерва в Новомосковске. Затем был скалодром в Адове, хоккейные коробки в Ясногорске и Щукино, ремонт спортивных залов и приобретение спорта-экипировки. Фонд взял шефство над волейбольной командой «Тулица» и баскетбольным клубом «Арсенал». Масштабным в сфере спорта в конце прошлого года стал проект первого в регионе бесплатного губернского катка. Фонд «Перспектива» реализует проекты, которые необходимы для точечного решения. То есть, соответственно, мы, муниципалитеты, в случае невозможности решить какую-то конкретную задачу или за счет бюджетных средств, или программ, обращаются в фонд развития «Перспективы». Совет фонда принимает участие активно в рассмотрении всех обращений, которые приходят именно от муниципалитетов. Средства на воплощение проектов в жизнь дают спонсоры и меценаты. Имен не раскрывают, зато выполняют именно те работы, которые нужны жителям региона. За два года фонд «Перспектива» реализовал 209 проектов. В планах на 2018-й создание лыжероллерной трассы на Косой горе и строительство детского сада на 240 мест в Новомосковске. Средства на проектирование этих объектов уже выделили. Сергей Савицкий, Галина Гуркина, Павел Тюкавкин, Первый Тульский.